Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе я сегодня изготовлю нимфу, так как вы просили, из того, что только можно дома найти. Большинство мне вы пишите, что можно вот куриное перо, в частности это из обыкновенной домашней соседской курицы, которая мне досталась. Мы будем изготавливать. В качестве огрузки я специально взял обыкновенную проволоку медную, которую тоже можно найти практически везде дома. И у меня имеется вот такого цвета даббинг, серого цвета, который был получен методом вычесывания моего любимого кота. То есть все, что у вас есть под руками, можно использовать для изготовления этой нимфы. Один немаловажный еще элемент, если у вас имеются вот такие перья, с пуховой, хорошей, ярко выраженной частью индюк, или же допустим, как это перо охотничьего фазана, можно из него также изготовить нимфу. Я уже вам показывал как. Закрепили, огрузили немножечко ее медной нашей проволокой и промажем слегка клеем для того, чтобы наша огрузочка была крепче. Вот такой огрузки приблизительно будет достаточно для глубины. Вы уже неоднократно спрашивали, насколько сильно стоит огружать нашу нимфу. Дело в том, что чем больше вы огрузите, тем хуже она будет работать. Поэтому я в основном стараюсь по минимуму, насколько возможно ее огрузить, по возможности или же цепляю две нимфы, или добавляю немножечко дробинок в сам поводок. Не проматываю, довожу до края и здесь. Я специально просто убрал, чтобы было более видно тело. Желательно вязать так, чтобы потом проволочка наша оставалась. И здесь я закреплю проволоку, которой мы будем потом выполнять сегментацию. Если хотите, можете изготавливать, делать сегментацию люрексом, леской. Это уже не столь принципиально. Главное для того, чтобы мы могли. Вот у меня, я даже не подбирал из какой-то упаковки, по-моему, даже из бобинодержателя, а может из чего-то другого. У меня вот такой обыкновенный полиэтилен, как вы видите. Я вырезал вот такой длины, как вышла полоска. Изготовил вот такую конусную, срезал на косую пленку, которой мы будем изготавливать с вами спинку. Ну и опять же чехлик. Как вы видите, перо, которое практически ни к чему другому сложно его приспособить, это куриное. Мы из него сейчас изготовим хорошую уловистую нимфу. Я беру вот такую щепоточку, чтобы вам было видно. Понятное дело, что никто не пересчитывает 5, 10, 15, сколько выйдет, столько и выйдет у вас этих волосков нашего пера. Но достаточно хороший такой пучочек, чтобы был. Соизмерим с диаметром вашего крючка. Значит, хвостик должен быть короткий, но достаточно мягкий, для того, чтобы при всасывании нимфы рыба не чувствовала никаких у нас сопротивлений. Приблизительно считайте равен длине тела. Подобрали. Я в одной точке, притяжной петлей, я уже неоднократно вам показывал, как подхватили. Нет достаточной информации в интернете. Промотали. Посмотрели. Достаточно. Вполне достаточно. Теперь, для того, чтобы не было большого нагромождения материала, я отрезаю, чтобы у меня материал доходил до уровня груди. Или торакса, как мы его будем дальше называть, это не имеет значения. Вот такими широкими шагами подхватим, чтобы не мешал нам материал. Закрепили. И, возвращаясь обратно к хвостику, мы его уже окончательно хорошо подхватим. Достаточно. Берем нашу пленку, которую мы вырезали. Стараемся закрепить достаточно качественно за кончик. И слегка подтягивая, следим за тем, чтобы очень ровно у нас сверху лег наш полиэтилен. Учитывая то, что... Перепроверимся. Учитывая то, что полиэтилен сам по себе достаточно скользкий материал, берем, опять добавляем капельку клея. Годится. В качестве тела, я уже сказал, выберите для себя сами. Чтобы достаточно хорошо даббинг держался, это для алмаза. Я показываю специально вот такой клей-карандаш. Это не значит, что только такой. Клей-карандаш, который хорошо держит даббинг. Или же лыжная мазь. Но достаточно, чтобы была липкая. Если такого материала, допустим, у вас нет, можно использовать материал, который называется вощина. Его можно приобрести там, где в специализированных магазинах продают мед. Ну и опять же для пасеки все необходимые материалы. Я подобрал для себя вот такой приблизительно кусочек. Его не перетапливайте ни в коем случае, потому что он достаточно липкий и хороший сам по себе. Материал уже, вощина тоже бывает разный. Вот я подготовил такую веревочку даббинговую нить. И аккуратно, стараемся не сильно утолщать наше тело. Движемся теперь к грудке. Лучше 2-3 раза пройти по одному месту. И не забываем подкручивать наш даббинг. Цвет желательно выбрать, или же чтобы был серый, как у меня. Светло-коричневый, болотного оттенка. Потому что, ну, нимфы, понятное дело, или должны быть провокационные рассветки, или желательно под тот цвет, который у вас, ваша рассветку имеет нимфа. Теперь перепроверимся, как доходит наш чехлик. Достаточно хорошо, удобно. Если он несколько широк, вот как в моем варианте, можно немножечко его подрезать, подровнять. Давайте это сделаем, продолжим дальше. Подровняли вот так пленочку, чтобы она подходила по ширине. Берем, аккуратненько укладываем ее сверху. И закрепим не сильно тугими витками в районе грудки. Нити оставляем и берем аккуратненько теперь нашу проволоку и в обратном направлении намотки нашего даббинга начинаем проматывать нашу нимфу. Дошли до места крепления пленки, подняли ее вверх, выполним два-три полных оборота, закрепим нашу проволоку. И обычно я ее не откусываю, так как образуются острые края, а удерживаю ноготком в месте крепления, и там, где нитка, начинаю прокручивать и отламываю. Отломали. В качестве грудки мы опять же, ну, желательно использовать более темный даббинг. Но учитывая то, что мы все выполним в одном оттенке, продолжать будем этим же даббингом. Но нам необходимо обозначить лапки. Для того, чтобы, вот как в моем варианте, я могу, как вы уже просили, более подробно рассказать, сделать вот так вырез, здесь буквой В, проткну специально, покажу вам. И подобрать длину лапок. Вот приблизительно, вот так. Подобрать длину лапок, которые мне необходимы. Убираем все другие перышки, которые нам, по нашему убеждению, будут лишние. И посмотрим, какая у нас здесь будет длина лапок. Вот, чтобы вам было видно, я специально переверну. Вот, как вы видите. Если вот такая длина лапок нас вполне устраивает, мы скрепим это здесь перо и покрываем сверху даббингом. Если у вас нет возможности подобрать так перо, можно отщепнуть из этого же пера определенные щепоточки, закрепить с одной стороны, закрепить с другой стороны. И у нас будет вполне достаточно для того, чтобы обозначить лапки. Перо, как вы видите, это куриное, достаточно оно мягкое, поэтому будем изготавливать так, как мы с вами уже изготавливали. Закрепим, придерживаем наше перо, вымерили нам необходимое количество, закрепили. Удаляем сразу все остатки. И теперь, для того, чтобы окончательно закончить нимфу, опять изготавливаем здесь нашу грудку. Если у вас имеется более темный даббинг, это предпочтительнее. Но, как говорят англичане, ваша мушка серая, какого бы цвета она ни была, до тех пор, пока не попала в воду. Поэтому, то, что мы себе представляем серым, при рыбалке может выглядеть уже коричневым. Все зависит от воды, от цвета, от освещенности и других элементов, которые меняют оттенок нашей нимфы. Вот так мы сделали. Как вы видите, у нас лапки наши хорошо по-прежнему лежат. Я так покажу. В разные стороны. Грудка у нас нормально обозначена, не забываем подкручивать даббинг. Это самый простой вариант, но тот, который вы уже просили, чтобы я вам показал, с расчетом того, что нет подходящего материала. Подровняем наши лапки, переламываем нашу пленочку, следим за тем, чтобы она у нас ровно лежала над колечком. И, как обычно, берем аккуратненько, первый раз слегка продавили второй сильнее, сильнее и еще сильнее. После этого я беру, переламываю обратно полиэтилен. И теперь давайте удалим все остаточки и оккультурим нашу немфу. Как вы видите, мы с вами сделали завершающую головку. Я слегка вот таким обыкновенным покажу еще раз. Фломастером коричневого цвета покрасил сверху наш полиэтилен, обозначил грудку и показываю по вашей просьбе. Я использую вот такой лак. Лак-клей глубокого проникновения. Если другого материала нет и нет возможности такого лака достать, купите приблизительно вот такой клей. Он бывает разных исполнений, но это не реклама. Фирма себя очень хорошо зарекомендовала. Есть чисто прозрачный, есть с белым оттенком, но все они очень хорошо работают в воде. Лак для ногтей, скажу вам честно, я не использую, так как есть возможность использовать такой клей. Вот и все. Как вы видите, достаточно быстро из тех материалов, которые у вас есть под руками, мы изготовили ловчую, уже проверенную мушку. Она должна быть, это уже те, которые в моем регионе работают. Оливковая, серая, коричневая. Пробуйте, экспериментируйте. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. До новых встреч! До новых встреч!